Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Этим видео я открываю новую рубрику, она будет называться «Век живи, век учись». Её вы найдёте на моём канале в YouTube в соответствующем названию плейлисте канала. В ней я буду давать ценные подсказки, конкретные советы по разным проблемам здоровья, нужные буквально каждой семье, каждому человеку, рекомендации, которые могут помочь всем нуждающимся, и рецепты, которые будет возможно объяснить полно и при этом кратко. Ну а сегодня я расскажу вам, что такое отёки, откуда они берутся, какие есть три главные проблемы и причины вернее любых отёков, как их убрать простыми подручными средствами и методиками, объясню, как делать специальные упражнения, и всё это сейчас. При этом постараюсь объяснить всё это подробно и быстро. Итак, дорогие товарищи, причина отёков не в болезнях почек и сердца, как некоторые думают, как раз напротив, именно сами причины отёков и вызывают в том числе болезни сердца и почек. А причина отёков в том, что накопление и плохое выведение излишней жидкости из организма происходит из-за накопления солей и токсинов в этих тканях, где образуются данные отёки. В этих местах накопление этих солей и токсичных веществ максимальное. Теперь, что такое отёки? Что есть отёки? Отёки – это накопление жидкости в каких-то местах организма. Жидкость в организме – это что? Это, естественно, вода. Но не просто вода, а вода с растворёнными в ней иными какими-то веществами. В основном токсичными. Кровь – это тоже вода с растворёнными в ней форменными элементами. Это эритроциты, тромбоциты, лейкоциты крови, а также гормонами, ферментами, питательными веществами, переносимыми кровью во все жизненно важные органы и ткани, если они живые, в каждую клетку организма. Это что такое? Это аминокислоты, липиды, сахара, витамины, жирные кислоты, минералы и так далее. Идём далее. Приносит любую жидкость в ткани только артериальная кровь, которая насыщена кислородом и питательными веществами, а оттекает из клеток любая жидкость по венозной кровеносной системе, то есть венозная кровь как раз с углекислым газом, с некоторыми токсичными соединениями продукта распада клеток, и по лимфатической системе, которая является главной канализацией нашего организма. Значит, если есть отёки, то это есть нарушение оттока крови через сеть вен и лимфатических капилляров и сосудов. Какие же причины есть на то? Об этом мы сейчас и поговорим, я всё вам поясню. Но вначале надо понять, а как же осуществляется работа лимфатической системы и частично движение венозной крови по сосудам. А отток через лимфатическую систему осуществляется работой мышц и диафрагмы. Этот механизм я подробно поясняю в своей лекции, которую я порекомендую вам чуть ниже. А отток венозной крови, конечно же, осуществляется работой сердца, сердечной мышцы. И мышцами нашего тела другими тоже, да как дополнение. Да, разумеется, токсические вещества выходят наружу из нашего организма с потом через кожу, из кишечника, с калом и из мочевого пузыря с мочой, а также через лёгкие с дыханием. Об этом тоже нужно было вам упомянуть. Далее. Вот почему спортсмены, пока они занимаются спортом, выглядят хорошо и выглядят здоровыми, так как у них организм относительно хорошо очищается. То есть, все их выделительные системы работают активно из-за качественно и регулярного сокращения разных групп мышц и тренированного сердца и вообще всей сердечно-сосудистой системы. Смотрите по этому поводу мою лекцию «Кровеносная и кроветворная системы нашего организма». Запомните, причины нарушения оттока жидкости могут вызывать проблемы и почек, и сердца, но сами отёки не есть показатель обязательных проблем с почками и сердцем. Конечно же, есть такие болезни почек, при которых фильтрации крови и выведение жидкости с мочой нарушены, затруднены, но это отдельная тема. Смотрите мою лекцию «Вода, лимфа, почки». Там очень важные знания по лимфатической системе работы почек, по воде в целом. Итак, мы приходим к тому, что существует три главные причины отёков, и о них сейчас я вам расскажу. Первая причина – это накопление шлаков и неорганических солей в мягких тканях, там, где и есть отёки. Начинается это накопление там, где хуже всего происходит циркуляция крови и отток лимфы. Накопившиеся соли на себя тянут воду, ну, по закону осмоса, чтобы снизить концентрацию, раствориться в воде. Но другое дело, как вывести эту токсичную жидкость и почему этот процесс может быть затруднён. Часто начинается всё со стоп ног и голени, но это из-за гравитации, то есть чем ближе к земле находится часть тела, тем труднее в них осуществляется в этих частях тела циркуляция крови и лимфы, и тем быстрее могут возникать и развиваться застойные явления, это же логично. С течением времени эти явления переходят в хронические, застойные формы. Важно понимать, что движение молекул, питательных веществ в жидкостях, в клетке, неважно, идёт по градиенту PH, а не по закону осмоса, то есть от кислой среды в сторону щелочной среды. Кстати, это мало кто из врачей понимает, а только биохимики некоторые от своих академических знаний, у кого они есть, и некоторые реаниматологи просто из своего практического большого опыта, у кого он тоже соответственно имеется. Так вот, чтобы снять отёки, надо создать на поверхности кожи, вокруг отёчной зоны, например, ноги, щелочную среду. Поэтому надо взять полторы-две чайные ложки пищевой обычной, не просроченной, только соды, на стакан кипятка, то есть залить кипятком крутым, перемешивать ложкой, пока не перестанут выходить пузырики углекислого газа. Тогда произойдёт полное гашение соды. Внимание! Только в кипятке из солей натрия, то есть гидрокарбоната натрия, то есть из соды, образуется нужная нам щёлочь. Тогда уйдёт углекислый газ из воды и останется натрию аж, то есть именно сама щёлочь. Кстати, только так нужно готовить соду и для питья, имейте это в виду. Далее. Надо намочить этим раствором хладчатобумажную ткань или носки, носок, надеть на ногу, ну если нога, то обмотать ногу, если тканью, если вы используете ткань, конечно. Сверху надеть полиэтиленовый пакет или пергаментную бумагу, как я рекомендую это делать с мухоморной или строчковыми настойками при лечении суставов. Затем ещё надеть сверху сухой носок или намотать сухую ткань, зафиксировать вот этот содовый компресс. Ну вот, и такая повязка нужна в течение всей ночи. Нужна сохраняющаяся в компрессе чуть влажная среда на данном участке кожи. В течение всей ночи, 5-6 часов хотя бы подряд. Таким образом, делайте ежедневные компрессы в течение месяца, затем нужно сделать перерыв неделю и так далее до полного прекращения отёков. Плюс 2 недели для закрепления результата. Бывает, что уже с первого применения, буквально на утро, не остаётся и следа от отёка. Если у человека не запущенный, скажем так, срок отёчного состояния и его болезни. Содовые ванны, кстати, тоже очень полезны, как дополнительные меры. Но о них я расскажу в другой своей передаче. Поэтому, кто ещё не подписался на мой канал, подписывайтесь обязательно и ставьте колокольчик при подписке для напоминания о выходе моих новых видео. Ну и ждите специальный выпуск о том, как правильно использовать соду для ванн и питья. Вторая причина – это недостаточная активность, амплитуда сокращений и зашлакованность икроножных мышц. Нарушение потока лимфы и жидкости от ног происходит в основном из-за работы икроножных мышц. Я напомню, лимфатическая система идёт от кончиков пальцев ног и выше за счёт работы разных групп мышц, но в первую очередь икроножных. Это как бы сердце для лимфатической системы. Поэтому застой надо снимать специальными и очень простыми упражнениями на икроножные мышцы. Так как они, эти мышцы, и есть насосы для передвижения снизу вверх лимфы, то есть в нижних конечностях. С верхними конечностями, как правило, проблем не бывает, если, конечно, нет излишнего веса, отсутствия движений и если человек не лежачий. Теперь, растяжка икроножных мышц. Это очень простое упражнение. Как делать? Ставим стопу к стенке таким образом, что пятку ставим упором на пол, носок плотно прижимаем к стене, а стопу настолько, насколько получается, прижимаем к стене, но без излишних усилий. Вы почувствуете напряжение икроножных мышц. Далее телом пытаемся немного ближе приблизиться к стене, при этом добиваясь стойкого чувства легкого напряжения икроножных мышц. От раза к разу можно незначительно увеличивать усилие. Таким образом, растягивать, расслаблять икроножную мышцу, мышцы голени можно утром одну минуту, не более, чтобы не нарушить синхронность и адекватность работы нервной системы с опорно-двигательной системой на несколько часов. А вот вечером надо сделать такое упражнение в течение двух минут перед сном. Это упражнение надо ввести в привычку и делать желательно постоянно, ежедневно, всегда. Разумеется, для активной и здоровой жизни нужна нагрузка на все группы мышц, но это, я надеюсь, понятно. Такая статическая растяжка позволит нормализовать, улучшить работу лимфы в нижних конечностях и снять отеки. Третья причина – это отсутствие или недостаточная работа диафрагмы, отсутствие дыхания диафрагмы. Итак, лимфатический отток, как я уже говорил, осуществляется за счет работы мышц, в том числе икроножных, но и за счет диафрагмы. Таким образом, второй механизм лимфатического оттока – это присасывающее действие диафрагмы. Ночью мышцы не работают, как известно, они отдыхают и должны быть расслаблены. Если у человека избыток солей, токсинов, шлаков, есть воспаления, грибковые инфекции, паразиты, которые тоже дают дополнительные токсины и частично парализуют или затрудняют работу лимфы, то лимфа не справляется с выведением токсичной жидкости из организма, и утром люди видят отеки. Вот как это происходит. И тут на помощь приходят те самые упражнения на диафрагму, которые я сейчас расскажу. И потому необходимо ввести в привычку дышать диафрагмой тоже, а не только грудью. Диафрагма должна дышать, то есть должна двигаться. Толстый живот, брюшной такой и висцеральный жир – они мешают этому. Оттого происходит усугубление застоя лимфы, особенно у полных людей. То есть, если человек полностью перешел на грудной тип дыхания, у него возникают отеки из-за нарушения тока лимфы. Понимаете? Надо восстановить работу диафрагмы. Что же делать? Очень просто. Утром и вечером надо по 10 минут утром и 10 минут вечером. Можно с отдыхом, кому трудно сразу 10 минут подряд. Необходимо делать упражнения на диафрагму, то есть дышать с животом. Как это делать? Очень просто. Надо лечь на спину, ну на кровать или диван. Положить одну руку, ладонь, на грудь. Для контроля отсутствует дыхание грудью. Грудь не должна двигаться. Вторую руку, ладонь, положить на живот и на вдохе следить за рукой. Рука поднимается с животом, останавливается и на пике вдоха задерживаем дыхание на 5 секунд. Затем плавный выдох, живот с рукой идет вниз. Таким образом нужно проводить это упражнение каждый вечер. Хорошо бы и каждое утро, лежа в кровати. Очень просто, легко, непринужденно. Совместив эти два упражнения с икроножными мышцами и диафрагмой, мы получим быстрый и стойкий результат. Дорогие друзья, поскольку видео уже даже в таком темпе занимает достаточно продолжительное время, а люди у нас сейчас не любят слушать, то я сделаю очень важное отдельное видео отеки на лице. От чего они происходят? Каковы причины? Что же нужно сделать и какие мероприятия провести очень простые, легкие и доступные, чтобы убрать отеки на лице, если вы, конечно, не будете лениться делать то, что я порекомендую вам позже. Ну, а теперь в заключении, что я вам хочу сказать. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось, что вы получили очень важные советы, что данная рубрика быстрая, удобная, простая, но информативная вам подходит. Тогда напишите в своих комментариях, ставьте, во-первых, пальчики вверх, то есть лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите на мои сайты ufralov.blog и nadgard.ru и подпишитесь на рассылку на этих сайтах, чтобы получать от меня уведомления, новости, новую информацию, технологии и так далее. Что ж, дорогие друзья, до скорых встреч, эту рубрику я буду продолжать, в следующей серии ждите именно отеки лица. На этом все, я с вами прощаюсь, крепкого вам здоровья, здравомыслия и до новых скорых встреч. Всего хорошего!